Актуальное интервью Как инспекторы ГИБДД готовятся к кончанию летних школьных каникул Какие планы на ближайшее время Сегодня у нас в гостях Денис Анатольевич Чепурных Исполняющий обязанности заместители командира 10 батальона 1 полка ДПС Здравствуйте, Денис Денис, так я понимаю, что сейчас такой горячий период не только у родителей школьников Но и у инспекторов ГИБДД в том числе Но прежде чем вы расскажете, чем вы сейчас занимаетесь на работе Давайте по статистике пройдемся Какова дорожная ситуация на вашей территории обслуживания? На самом деле территория 10 батальона составляет порядка 220 километров Из них 157 километров дорог федерального значения 63 это регионального значения Можайское шоссе Статистика на территории обслуживания действительно высокая Порядка 2500 происшествий произошло в этом году Соответственно из этих происшествий 130 с пострадавшими Значит, 25 человек погибло Около 180 получили ранения Показатели прошлого года действительно на порядка 15% ниже Что касается видов происшествий Основным и самым распространенным видом являются столкновения Их можно подразделить как встречного направления То есть столкновения происходят Соответственно попутного и поперечного То есть все это связано с причинами возникновения этих происшествий Действительно, то есть попутное столкновение Это, как правило, несоблюдение дистанции до впереди идущего транспортного средства Соответственно поперечный это неправильный встречный разъезд Так скажем, выезд с прилегающей территории Развороты, всевозможные повороты Что касается встречных столкновений Соответственно выезд на сторону дороги предназначен для встречного движения Еще какие виды бывают происшествий Значит, это наезд на пешехода То есть происходит из-за нарушения либо пешеходам правил дорожного движения Либо из-за нарушений водителями, которые не предоставляют преимущества этим пешеходам Ну и из таких самых распространенных видов является еще наезд на стоящий транспорт То есть очень много водителей останавливается на проезжей части Ну и соответственно происходят наезды на эти стоящие транспортные средства Ну и соответственно наезд на препятствия Очень распространенный вид в последнее время, ну как бы актуальный Ну на 15% где-то статистика выше Как вы думаете, почему отличается от прошлогодних показателей? Ну, прошлогодние показатели наоборот выше А, это снижение произошло? В этом году произошло снижение аварийности Ну связано это с мерами, которые принимаются со стороны госавтоинспекции Владельцев автомобильных дорог, дорожно-эксплуатационных служб Ну и остальных заинтересованных структур А может быть у нас автомобилисты законопослушнее стали? Правильно соблюдает? Ну, соответственно, и это играет свою роль То есть в правила дорожного движения постоянно вносятся всевозможные изменения Ну и соответственно оказывает это влияние и на поведение водителей Вот, кстати говоря, как инспектор ГИБДД чувствует себя за рулем? Хочется всех вокруг наказывать и активно бибикать, чтобы они прекратили это безобразие? Или как-то можно абстрагироваться от работы? Нет, ну на самом деле инспектор госавтоинспекции такой же обычный человек То есть взаимоуважение должно быть между водителями Соответственно, не то, что всех наказывать нужно Наша политика не такая Именно профилактика дорожно-транспортных происшествий Она вся включает именно проведение разъяснительных бесед Да, когда человек действительно нарушил правила дорожного движения То есть должен быть привлечен к ответственности Ну, потому что такие нормы установлены обществом То есть это требование не определенного круга лиц А то есть требование всего общества в целом А если говорить о вашей территории обслуживания Я так понимаю, что это достаточно непростой участок Поскольку трасса оживленная И поэтому работа немало у инспекторов Да, действительно, я говорю около 2,5 тысяч происшествий Да, это Минское, Можайское шоссе Да, да, абсолютно верно То есть это и выезд в сторону Беларуси В сторону Европейского союза То есть большой очень трафик достаточно Порядка 120-130 тысяч транспорта ежесуточно проходят Через головной участок, ну, граница с АМКАДом Соответственно, работать приходится много Задачи стоят большие Поэтому стараемся выполнять их Видеофиксация в этом помогает? Да, действительно Сейчас очень развивается это направление деятельности Госавтоинспекции Ну, соответственно, развиваются системы В последнее время вот вводятся даже пилотные проекты Внедряются по страховым полюсам То есть определение Страховый полюс, когда гражданин страхует автомобиль Он попадает автоматически в базу Ну и, соответственно, по номеру автомобиля Определяется, есть либо просроченный, либо что-то Ну, то есть такие проекты пока не внедрены Разрабатываются и тестируются, возможно, уже где-то А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире Телефон 8495-508-86-84 Но прежде чем мы продолжим наш разговор Я предлагаю посмотреть блок социальной рекламы Если произошло дорожно-транспортное происшествие Звоните 112 112 Служба спасения Московской области При первых каплях дождя Или хлопьях снега Даже незначительные вещи приобретают большое значение Не обязательно уменьшаться до размера молекул Чтобы понять Сцепление с дорогой уменьшается Следите за прогнозом С первыми признаками непогоды Будьте внимательны Снижайте скорость Если машины столкнулись в дороге Если они загорелись в итоге Ты помоги пострадавшим водителям В каждой машине есть огнетушитель Надо огонь погасить постараться И не забыть позвонить 112 Зная, что в ту же минуту в дорогу Мчится пожарный к тебе на подмогу В прямом эфире телекомпания Одинцова Программа «Актуальное интервью» Сегодня в нашей повестке Дорожный вопрос 8495-508-86-84 Присоединяйтесь Денис, мне кажется У инспекторов ГИБДД У всех на первом месте Несовершеннолетние участники дорожного движения Вот статистика с их участием Какова? На территории 10-го батальона За текущий период этого года Произошло 11 дорожно-транспортных происшествий С участием детей В которых наступили последствия В виде причинения вреда жизни и здоровью Ну, здоровью, жизни Соответственно, погибших не было детей Слава Богу Получили ранения 13 детей В прошлом году статистика 12 на 12 То есть 12 происшествий, 12 пострадавших Самое главное обратить внимание на то, что 45% из этих происшествий Это дети проживают в Одинцовском муниципальном районе 35% это дети Московской области Жители Московской области и города Москвы Соответственно, остальные Это жители других регионов страны Ну, какая работа проводится с детьми Соответственно, в Одинцовском районе Хотелось бы отметить, что Прошу прощения Нету системы, созданной государством Ну, то есть отсутствуют правовые актуальные вопросы Которые могли бы решить те организационные вопросы Ну, которые влияют на работу системы в целом То есть какие компоненты системы этой мы видим Это организация взаимодействия заинтересованных структур То есть это администрация Одинцовского района Это и комиссия по делам несовершеннолетних Это и сотрудники органов внутренних дел Это и образовательная система Соответственно, в совокупности, чтобы обеспечить все вот это Организовать вот это взаимодействие Необходима какая-то правовая основа Которого в настоящее время нет Ну, как мы решаем в Одинцовском районе Эту проблему Соответственно, общаемся с комиссиями Ну, с теми субъектами правовых отношений Которые позволяют достичь определенных каких-то результатов Но опять же, в эту же систему необходимо включить И работу с родителями, и работу с самими детьми То есть здесь очень хорошо развиты у нас мероприятия Совместные с администрациями школ Детских садиков Ну, соответственно, проводим большое количество мероприятий с детьми Это различные брифинги, викторины Всевозможные конкурсы для детей Ну, соответственно, с изучением правил дорожного движения Что касается еще работы детей У нас на базе образовательных учреждений в каждом Созданы отряды юных инспекторов дорожного движения То есть в этом году как раз им 45 лет исполнилось Вот у нас было большое мероприятие Проходило в лесногородской школе Ну, соответственно, вот в таком направлении То есть принимаются нами какие-то меры для стабилизации обстановки Для донесения именно тех требований правил дорожного движения Чтобы дети усвоили эту информацию Ну, и, соответственно, родители прочувствовали ответственность Которая возлагается на них А если говорить о тех происшествиях, которые случились с детьми Что это за происшествия? Это наезды, дети были пешеходами, дети были велосипедистами Вот об этом подробнее давайте расскажем Ну, в этом году произошло Все дети, участники дорожного движения Являлись в качестве пассажиров То есть, если брать показатели прошлого года Там было два происшествия Когда дети являлись пешеходами То есть, в основном Все эти происшествия Произошли по вине водителей Транспортных средств То есть взрослых Попали в столкновения Либо еще в какие-то другие виды происшествий Ну, соответственно, дети находились Дети были в кресле без кресла Одно происшествие Ребенок, когда находился без детского удерживающего устройства В остальных случаях Все пострадавшие дети Были в удерживающих устройствах И пристегнуты ремнями безопасности Но при этом почему-то очень многие родители До сих пор сомневаются в том, что действительно Кресло в машине нужно И если ставят, то частенько, чтобы избежать штрафа Вы, я думаю, на практике знаете, что это не так Действительно детская безопасность Давайте еще раз напомним Да, действительно Использование детского удерживающего устройства Намного снижает тяжесть последствий При возникновении происшествий То есть зачастую, когда прибывает бригада скорой помощи В основном ставят диагнозы Ну, как сотрясение головного мозга То есть легкий вред здоровью То есть при дополнительном обследовании Уже на месте в больнице Выясняется, что ребенок в принципе не пострадал Но как бы изначально диагноз был поставлен Соответственно, берется на учет такое происшествие Что касается использования детских удерживающих устройств Не так давно в правила дорожного движения Были внесены изменения Которые регламентируют работу Которые регламентируют именно Правила перевозки детей Да, правила перевозки детей Соответственно, дети до 7 лет Должны находиться Только в специальном удерживающем устройстве Да, в специальном удерживающем устройстве И должны быть пристегнуты Обязательно ремнем безопасности На переднем сидении автомобиля Разрешается перевозить детей Только в детском удерживающем устройстве Подушка должна быть отключена правильно В безопасности, если имеется Да нет таких четко регламентированных правил Установленных законодательством Ну и соответственно Ребенок не должен быть повернут К подушке безопасности То есть при сработке Чтобы ребенка не откинуло лицом На спинку сидения Чтобы исключить это Ребенок должен быть повернут лицом К лобовому, так скажем Направлению движения Ну и соответственно А в какое место в машине Будет безопаснее для ребенка? Самое безопасное место Считается сзади водителя То есть все-таки переднее сидение Не самый лучший вариант Даже если и правила это допускают Да, действительно Когда происходит дороже транспортное происшествие У водителя на подсознательном уровне Срабатывает инстинкт самосохранения Ну и соответственно Чтобы сохранить себя Он импульсивно двигается В том направлении Чтобы исключить удар На себя Ну и поэтому Правое пассажирское сидение Которое спереди находится Ну является достаточно опасным Лучше всего детей, конечно Сзади перевозить А что касается детей старше 7 лет Теперь я так понимаю Что их можно без кресла Для этого должны быть какие-то условия Или условий нет 7 лет исполнилось Можно так Единственное условие для этого Это перевозка детей На заднем сидении автомобиля Ну и соответственно Пристегнутыми В соответствии Штатным ремнем безопасности Ну и наверное Родитель должен понимать Что если ремень проходит по шее То это тоже не есть хорошо И наверное лучше Все-таки креслом воспользоваться Да, действительно Ремень должен проходить Между ключичной и плечевой костью Соответственно Чтобы исключить это Нужно либо подушечку подложить Либо все-таки На самом деле Купить детское устройство Соответствующее весу и росту ребенка Ну и перевозить Я так понимаю Эти нововведения были сделаны Потому что многие родители Жаловали, что ребенок в кресло не помещается Но наверное Если ремень проходит по горлу То стало быть поместится И все-таки это не оправдание Чтобы избавиться от детского удерживающего устройства Денис, я думаю Что все инспекторы подтвердят Головная боль лета Это двухколесный транспорт На котором частенько гоняют наши дети Вот в этом году Как ситуация? Много ли подростков выехало на скутерах? Ну на самом деле С введением в правила дорожного движения Новации в виде категории М И при наличии только можно Управлять водительского удостоверения Данным транспортом На самом деле ситуация Более улучшилась То есть детей таких особо не увидишь Ну в принципе мало в этом году Но все равно Оставляют место Такие резонансные происшествия Скажем вот на Минском шоссе На дальнем участке Уже за пределами нашей территории Произошло происшествие Два подростка там Выезжали через проезжую часть Начали разворачиваться На пешеходном переходе Ну и соответственно Водитель встречного транспорта Не увидел И произошло достаточно тяжелое происшествие Скутер, мопед Во-первых, чем отличаются скутер и мопед? Скутер и мопед В принципе ничем не отличаются Они как бы классифицируются Объемом двигателя До 50 кубических сантиметров Соответственно на данные транспортные средства Для управления им Нужна категория М Из какого возраста Эту категорию можно получить? Эту категорию можно получить С 16-летнего возраста Как устанавливает требования Федерального закона О безопасности В 14 лет и думать пока не стоит Ни о каких скутерах и мопедах Правильно? Нет, в 14, конечно же А лучше в 16, мне кажется О них не думать А думать, например, как ЕГЭ Хорошо сдать А чтобы получить категорию М Что нужно? Сдать экзамен? Все как положено автошколам? Да Все те же требования предъявляются Соответствующие профессиональные обучения Это состояние здоровья Будущего водителя Проходят курсы Сдает также в органах госавтоинспекции Сдает экзамены Ну и соответственно получает водительское удостоверение После чего он может управлять Этим транспортным средством А какую работу проводите С теми, кто все-таки любит погонять? Ну работа достаточно объемная Особенность, если это несовершеннолетний водитель То есть не имеющий каких-то водительского удостоверения С ним задерживаются Соответственно вызываются родители Передается материал В комиссию? В комиссию по делам несовершеннолетних Соответственно составляются административные материалы В отношении родителей То, что они обеспечивают именно безопасность своих детей А вот те подростки, которых вы останавливаете Они хотя бы экипированы Или об экипировке, как правило, не заботятся? Ну зачастую происходит так Что управляют без шлема Либо со шлемами Но не имеют дополнительных Скажем, экипировки Которые обеспечивают безопасность Именно от механических повреждений То есть это наколенники всевозможные Налокотники и так далее То есть желательно эти предметы Обихода, так скажем Применять При непосредственном участии в дорожном движении Они также снижают тяжесть последствий При возникновении каких-то происшествий Действительно Водители проводили мероприятие С байк-клубом Black Smith Ребята очень хорошо выступали То есть мы проехались Это Большевиземская, Маловиземская гимназия Лесной городок Школы посетили Соответственно ребята из этого мотоклуба Рассказывали про то Как участвовать в дорожном движении При использовании мототранспорта Ну и соответственно Они приехали туда Были экипированы по полной программе Что называется Это и опять же Налокотники, наколенники повторюсь Ну и соответственно Позвоночник, который прикрывает Такое устройство Они доказали своим примером Что экипировка это круто А не собственно требования Каких-то там взрослых зануд Денис, есть еще интересная категория Категория участников дорожного движения Это велосипедисты Много ли у нас в районе Юных велосипедистов И где по правилам дорожного движения Они должны ездить Юных велосипедистов Как правило на федеральных дорогах Особо и не встретишь Слава Богу Слава Богу, да Действительно Двигаться велосипедистам Можно То есть дети до 7 лет Должны двигаться Только в пешеходных зонах Им даже по велосипедным дорожкам Передвигаться нельзя Если ребенка перевозят на велосипеде То обязательно должно быть Специальное велокресло Так называемое Соответственно пристегивается ребенок Ну и взрослый его Таким образом перевозит Дети от 7 до 14 лет Имеют право двигаться Опять же по пешеходным зонам Но в этот перечень Уже включается велосипедная дорожка То есть допускает Для взрослых Ну соответственно С 14 и старше Можно передвигаться Как бы за пределами дорог Шлем нужен? Да, обязательно Использование шлема Ну действительно Снижает тяжесть последствий При падениях При каких-то Столкновениях Ну и все А усложняют ли работу Инспекторам Ну скажем так Новомодные средства Передвижения Сигвей Электрические самокаты Появились Сложнее стало работать? И как работаете С этой категорией? Ну опять же На дорогах Федерального значения В принципе У нас все подъезды Выезды Более-менее оборудованы То есть это и пешеходные ограждения Установлены И отбойный брус Металлы Металлические Ну всевозможные конструкции Которые исключают Именно движение Вот этих Средств Современных средств Хотя недавно было видео Молодой человек По-моему по Кутузовскому проспекту Рассекал На Сигвее Кажется Уже точно не помню Но в общем На чем-то таком Очень интересном Вас не было замечено Слава Богу На территории обслуживания У нас таких Замечено не было Ну и будем надеяться Что все-таки Дни появятся Что люди будут Думать о своей безопасности А мы сейчас Очередным блоком Социальные рекламы Напомним им о них За столом 10 человек Они молоды Беззаботные Выпивают как все Но по статистике У одной из пьющих девушек Родится ребенок-инвалид Один в принципе Не сможет иметь детей Последствия приема алкоголя Еще один последний Два года жизни Будет страдать от цирроза печени Один сопьется От него уйдет жена И заберет детей Двое умрут Не дожив до 45 Инфаркту одного У другого Три инсульта подряд Один сядет в тюрьму В состоянии опьянения Он насмерть задает человеку Еще двое погибнут Или покалечатся В происшествиях Причиной которых Станет алкоголь Ты Один из них В прямом эфире Телекомпания Одинцова Программа «Актуальные интервью» Напоминаю, сегодня мы говорим о работе 10 батальона и о тех трудностях, с которыми приходится сталкиваться инспектором 8-495-508-86-84 Денис, насколько я понимаю сейчас в вашей повестке дня подготовка к новому учебному году В чем именно она заключается Насколько я понимаю на этой неделе, например будет традиционный круглый стол между ГИБДД, управлением образованием и представителем образовательных учреждений Вот расскажите о нем Что будет обсуждаться? Да, действительно Сотрудниками 10 батальона проводится масса мероприятий для подготовки к новому учебному году Во-первых, это и по линии дорожной инспекции обследование уличной дорожной сети это и проверка состояния школ и по линии технического надзора Ну, в принципе, мы в этом не участвуем Единственное, мы участвовали в комиссии по проверке школьных автобусов и самих образовательных учреждений То есть туда входили комиссии и по пожарной безопасности и в целом по безопасности детей А вот с вашей точки зрения какие-то итоги этой проверки можете подвести? Все ли в порядке с безопасностью в наших образовательных учреждениях? Да, в принципе, в целом соответствует требованиям безопасности образовательных учреждений муниципального Одинцовского района Есть какие-то недостатки, конечно но вполне устранимые до начала учебного года Что еще делается? Давайте про круглый стол поговорим который будет на этой неделе Какие вопросы там будете обсуждать? Ну, соответственно, это вопросы и 1 сентября обеспечения безопасности дорожного движения при проведении вот этих мероприятий 2-е, конечно же, вопросы совместной работы именно для организации той системы, о которой я говорил организация взаимодействия работа с родителями и работа с детьми А какая работа с родителями проводится? С детьми понятно с ними вроде как их учат и это считается нормой а родители-то вроде как считают что они уже все знают и учить-то их не стоит как с этой сложной категорией работаете? Ну, на самом деле принимаем участие в родительских собраниях самое основное это действительно родительские собрания второе это профилактика именно на дорогах то есть сотрудниками батальона проводятся мероприятия беседы то есть останавливаем при проведении оперативно-профилактических мероприятий водителей транспортных средств ну и соответственно разъясняем правила вручаем памятки детской дорожной безопасности ну и пытаемся донести как-то до родителей чтобы они на самом деле проводили именно пропагандистскую работу со своими детьми именно разъясняли как нужно проходить школу там и остальные аспекты безопасности и детей научат и сами вспомнят двойная выгода получается да, действительно руководители образовательных учреждений часто ли обращаются к вам за помощью и о чем обычно просят руководители образовательных учреждений да, действительно общаемся очень часто с ними проводим совместные мероприятия это и выходы на пешеходные переходы совместные с детьми то есть мы одеваем их в жилетке раздаем там всевозможные плакаты, баннеры на которых написаны хэштеги именно о безопасности дорожного движения ну и соответственно выходим на проезжую часть показываем водителям где это действительно возможно сделать то есть неоднократно можно было встретить возле станции Голицына то есть детишки 85-го детского сада с нами участвовали ну и соответственно в костюме зебра там у нас есть а на школьниках я помню даже некоторые водители специально останавливались чтобы поучаствовать в акции потому что им дети вручали собственноручно нарисованные открытки было и такое да действительно производится мастер-класс то есть детишки от последнего времени у нас что только не делали особенности мне запомнилось когда из дерева вырезали дорожные знаки и вручали потом водителям то есть там снижение скорости до 60 километров в час там ну и так далее то есть такие интересные моменты ну действительно когда видишь на дороге ребенка да хочется и соблюдать и как бы донести это до остальных чтобы было примером как бы первого сентября как будут работать инспекторы ГИБДД ну работа будет будут ли дежурить у образовательных учреждений да действительно конечно первое сентября настолько большой праздник соответственно в усиленном режиме как обычно то есть в принципе инспекторы будут смотреть за тем как дети переходят дорогу как автомобилисты соблюдают скоростной режим возле образовательных учреждений кстати какой режим скоростной возле образовательных учреждений ну в основном там скоростной режим занижен всегда до этого стоят знаки 3.24 ограничения скорости либо до 40 либо до 20 километров в час но при этом используются различные средства для предупреждения так скажем превышения скорости ну соответственно это лежачие полицейские где это возможно ну у нас на федеральных дорогах такого конечно же нет но знаки всегда предупреждающие стоят и садов на вашей территории обслуживания находится так скажем ну прямо непосредственно прилегающие находятся 5 школьных образовательных учреждений а вообще компетенции ну то есть за которые мы отвечаем посещаем и проводим какую-то работу это у нас 11 школ и 9 детских садов на территории обслуживания 10 батальона регулярно проходят различные профилактические мероприятия съемочная группа ТВ однажды побывала сразу на двух рейдах внимание на экран для 70 процентов выживших в дорожно-транспортных происшествиях людей ремень безопасности сыграл решающую роль он снижает более чем в два раза вероятность гибели в случае лобового или бокового столкновения и в пять раз при опрокидывании но для некоторых водителей эти цифры только статистика и они продолжают веря в мифы не пристегиваться многие уверены на заднем сиденье ремень ни к чему это заблуждение опасно для всех пассажиров автомобиля те кто был пристегнут сзади в случае аварии не только пострадают сами но и могут убить впереди сидящих если взрослым для безопасной поездки достаточно штатного ремня безопасности то маленьким пассажирам необходимо детское кресло очень актуальная тема на самом деле в настоящее время потому что скажем на территории обслуживания 10 батальона в текущем году произошло пять дорожно-транспортных происшествий в которых шесть детей пострадали безопасность детей забота родителей отговорки вроде ребенок не влезает в кресло или мы без удерживающих устройств выросли не учитываются ни правилами дорожного движения ни инспекторами ГИБДД административная ответственность за нарушение правил перевозки детей предусмотрена статьей 12.23 части 3 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает административное наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей соответственно нарушение правил пользования ремнями безопасности предусматривает административную ответственность статью 12.6 кодекса и предусматривает административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей в ходе подобных рейдов инспекторы ГИБДД нередко выявляют нарушителей правил перевозки детей Но еще чаще стражи правопорядка останавливают тех, кто по-настоящему заботится о своих малышах. Соблюдаем, обязательно используем кресла детские, обязательно пристегиваем детей, всегда перевозим в спецоборудованных креслах. Для юных участников дорожного движения инспекторы 10-го батальона приготовили светоотражающие подарки. Правда, их родителей, нарушивших правила перевозки маленьких пассажиров, это не освободило от штрафа. Денис, какие сейчас профилактические мероприятия проводятся на Вашей территории обслуживания? На территории обслуживания 10-го батальона проводятся следующие оперативно-профилактические мероприятия. Это пешеходный переход, опасный груз, нетрезвый водитель. И, соответственно, запланировано у нас с 20 августа по 16 сентября будет проходить профилактическое мероприятие «Внимание, дети!», в рамках которой пройдет операция «Ребенок, пассажир, пешеход». То есть направленная на выявление, на профилактику именно детской дорожно-транспортного травматизма. Ну, летом дети отдыхали, дети расслабились. Наверное, чаще всего были за городом и от городской суеты отвыкли. Какие правила дорожного движения сейчас родители в первую очередь должны им напомнить? Ну, в первую очередь это маршруты движения в школу. Это, естественно, правило перехода через проезжую часть. То есть мы всегда рекомендуем взять ребенка за руку, пройти с ним до образовательного учреждения, посмотреть, какие дорожные знаки, какая дорожная разметка присутствует на маршруте, соответственно, объяснить это ребенку. После этого рекомендуем, чтобы ребенок взял родителей и сделал то же самое. То есть в образовательных учреждениях, то есть в дневнике мы сейчас просим управления образования, администрации школ, чтобы они делали карточки такие, схемы маршрутов. Именно где расположены дорожные знаки, где может быть поджидать ребенка какая-то опасность, еще что-то, куда нужно посмотреть, направо, налево там. Ну и какие-то дополнительные сигналы показать водителю о том, что ребенок двигается через проезжую часть, например, по пешеходному переходу. Мы всегда рекомендуем поднять руку вверх и обозначить, что вот я собираюсь перейти. То есть такие правила, ну в действительности такая работа не оставляется бесполезной, так скажем. Ну, соответственно, детям могут делиться друг с другом во взаимодействии. Смотреть друг на друга и повторять. Да, действительно, если взрослый, даже просто двигающийся, это не его ребенок или еще что-то, если он объяснит, покажет, расскажет, это не будет бесполезной работой. В совокупности все это, конечно же, приведет к условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Спасибо, Денис, что пришли к нам сегодня в студию, ответили на все наши вопросы. Дорогие телезрители, берегите себя и соблюдайте правила дорожного движения. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на канале ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok